Адвокаты по бракоразводным процессам. Какой секрет супруги скрывали друг от друга? У меня есть приятель, который занимался бракоразводными процессами, и он рассказал мне вот что. В его офис пришел один мужчина и сказал, что нуждается в услугах адвоката. Мой друг тогда только что окончил юридический колледж и был готов взяться за любое оплачиваемое дело. Мужчина с самого начала заявил, что он жертва, что жена ошеломила его подачей заявления на развод менее чем через год после свадьбы. Через несколько недель другу позвонил представитель адвоката жены, чтобы назначить встречу. Приятель подумал, что они хотят пойти на мировое соглашение, что удовлетворило бы его клиента, мужа. Чувак и мой приятель пришли на встречу и, полагаю, все пошло наперекосяк. Выяснилось, что у мужа была куча грязных секретов, которые он по какой-то причине скрывал от своего адвоката. Первое. Сильная зависимость от онлайн-клубнички, которая стоила ему двух приличных работ. Второе. У мужчины были двое детей от другой женщины, о которой он не рассказывал жене, из-за которых он должен был платить алименты. И третье. Последний гвоздь в крышке гроба. Жена подозревала, что муж ей изменяет. Однажды ночью, когда он спал, она проверила его телефон. Мужчина действительно переписывался с другой. И это была 15-летняя дочь одного из его бывших коллег. Помимо прочего, они обменивались большим количеством откровенных снимков. Жене хватило ума заскринить откровенное сообщение, но не фотографии, так как это можно было бы считать распространением детского контента. Когда все это было озвучено, муж стал бледным, как призрак, начал обильно потеть. Друг попросил минуту, чтобы переговорить с ним. Он спросил, является ли хотя бы часть этого правдой, но чувак уже не мог говорить, лишь заикался. Видимо, понимая, что он в жопе. Мой приятель сказал ему, что лучший вариант для него – пойти на мировое соглашение с женой и отказаться от своих первоначальных запросов. Когда все было обговорено, чувак просто вернулся в кабинет переговоров и признал свое поражение. Моему приятелю, в конце концов, пришлось нанять коллекторов, потому что чувак отказался платить за его услуги добровольно. Дядя моего мужа, они почти ровесники, переживал развод. Однажды, когда он был на работе, его жена просто собрала свои вещи, забрала детей и уехала. Позже выяснилось, что она выиграла в лотерее пожизненное еженедельное пособие в 5000 долларов. И она подумала, что можно спокойно развестись с ним, не поделившись выигрышем. Для нее все закончилось не так радужно. Я бармен, в этой истории все закончилось разводом. Супружеская пара, а допустим их звали Джо и Сьюзан, были завсегдатами нашего бара. По пятницам, субботам и воскресеньям они приходили к нам вместе, постоянно обнимались, целовались, трогали друг друга, пока пили пиво. По понедельникам и вторникам Сьюзан приходила с разными мужчинами, состав которых постоянно менялся, а по средам и четвергам Джо приходил с разными девушками. Они делали с ними все то же самое, что и с друг другом. Я полагал, что у них, наверное, открытый брак. Я простоял за барной стойкой 7 лет, наблюдая за происходящим. Однажды Сьюзан пришла ко мне и сказала, что она разводится с Джо, потому что он кусок дерьма, который изменял ей. Я сделал вид, что удивлен этим, постарался утешить ее, и она упомянула в разговоре, что она очень добродетельная супруга, которая никогда не изменяла Джо. Спустя какое-то время я встретил Джо в другом баре. Он рассказал, что Сьюзан разводится с ним, но он собирается выиграть в бракоразводном процессе. Уж не знаю, можно ли выиграть в бракоразводном процессе. Потому что он нанял частного детектива, который следил за ней, и оказалось, что она невероятная стерва. Я сделал вид, что удивлен, постарался утешить Джо, и он упомянул в разговоре, что он очень добродетельный супруг, никогда не изменял Сьюзан. Я не практикующий семейное право, но в начале моей карьеры мой тогдашний босс иногда брал бракоразводные дела по просьбе друзей или знакомых. Время от времени я помогал ему. При любом типе судебного разбирательства стороны обмениваются письменными вопросами для ознакомления. Я рассматривал ответы жены на запросы о раскрытии информации и помогал мужу отвечать на его вопросы. Мы дошли до части, где были вопросы о наличии внебрачных интимных контактов. Муж сказал мне, что недавно встретился с девушкой по вызову. Но не беспокойтесь, это было в Канаде, то есть все в норме. Я лишь кивнул и отметил его ответ. Когда мы просматривали ответы его жены, она упомянула скотоложство как фактор, который привел к разрыву отношений. Я спросил об этом мужа, потому что мне нужно было знать, какие еще проблемы могут всплыть. Он сказал мне, что одним вечером, когда они разошлись, он очень сильно напился, позвонил ей и сказал, что чпокнул козу. Но мне он клялся, что на самом деле он этого не делал. Я собрал в кулак весь свой профессионализм и постарался до конца встречи сохранить серьезное выражение лица. Но я и мой босс потом много лет вспоминали об этом случае и смеялись. Огромные суммы долгов, интрижки, злоупотребление веществами. Все это очень часто встречалось среди моих дел в виде секретов той или иной стороны. Настолько часто, что я почти всегда ждал, что что-то эдакое всплывет. Однако есть у меня одна любимая история. Клиентом был пожилой джентльмен, который построил карьеру в какой-то сфере и вышел на пенсию. Его сын был пастором. Все в его деле казалось вполне нормальным в плане дохода, недвижимости и тому подобного. Однако оказалось, что у него своеобразное хобби. Он очень любил смотреть клубничку и боялся, что его жена узнает об этом и использует это против него в разводе. Однако, по причинам, упомянутым мной выше, я заверил его, что в наше время это очень распространено. И маловероятно, что это на что-то повлияет. Затем клиент спросил, не изменю ли я мнение, если узнаю, что клубничка, которую он смотрит, не совсем обычная. Я спросил, что он имеет в виду. Он явно занервничал. Я хотел убедиться, что в этих видео нет детей, поэтому вынудил его во всем признаться. Мужик любил смотреть видео с козами. Во время последнего развода моего отца всплыло, что у его жены был Роман на стороне, который длился на протяжении трех ее браков. Роман был с ее первым парнем, который также был ее сводным братом. Ни отец, ни его жена не соглашались на мирное урегулирование в итоге. Дело рассматривалось на предварительных слушаниях и дошло до суда. Но мой отец тоже не был ангелом и угрожал ей пистолетом, так что они оба закопали себя. Пара проходила через бракоразводный процесс. Жена получала полную опеку до окончательного решения суда, а муж мог время от времени видеться с детьми. Чувак маскировался под нянью детей. Представляете, он надевал парик, платье, делал макияж, чтобы выглядеть как пожилая женщина. Жуть. Я не юрист, но частью моей предыдущей работы было изучение деталей и документов о разводе для людей, пытающихся получить деньги для открытия бизнеса. Обычно они довольно стандартные, особенно в случае разводов без виновной стороны. Около 10 лет назад я рассматривала документы о разводе с виновной стороной, и в них излагалась вся предыстория. Мужчина был врачом, жена парикмахером. Мужчина обманул жену и ее родственников, заявив, что у него тяжелая болезнь, на лечение которой уйдет много времени. Он использовал эту ложь, чтобы уволиться с работы и сидеть годами дома, пока его жена работала на нескольких работах и содержала его только на свой доход. Все узнали, что он лгал, жена подала на развод. Судья постановил, чтобы мужчина немедленно устроился на работу доктором и выплачивал жене алименты. Пара решила развестись. Мужчина начал беспокоиться, что его жена не согласится вернуть обручальное кольцо, поэтому он сказал своему адвокату, что он втайне от жены обменял кольцо на поддельное. Некоторое время спустя адвокат связалась со своим клиентом, и он вдруг попросил ее прекратить работу над делом, потому что мы снова вместе смеемся. И она спросила у клиента. А вы сказали ей о кольце? Она посмеялась? Но другой случай был еще хуже. Парень не хотел заканчивать отношения со своей девушкой, которая капала ему на мозги, пытаясь добиться свадьбы. А он не хотел жениться на ней. Тогда он предложил ей сыграть экзотическую свадьбу на тропическом острове с церемонией по местным традициям, сказав, что это будет очень романтично. И они это сделали. Но на самом деле он просто нанял сотрудников отеля, чтобы они сымитировали процесс заключения брака. Кроме того, никакой брачный контракт не был подписан. Парень умер через несколько лет. Жена вдруг обнаружила, что она не была официально замужем и ее нет в завещании. Я не адвокат, но недавно узнала о секретной договоренности между бывшими супругами, которая просуществовала много лет. Супружеская пара заключила договор с газовой компанией еще в 1972 году. Но газовая компания не закончила оформление документов должным образом, поэтому ни разу не прислала им квитанцию на оплату. Ребята всю жизнь пользовались бесплатным газом, потому что газ был подведен, но расчет оплаты не осуществлялся. Позже эта пара развелась, и муж получил дом с бесплатным газовым отоплением. Газовая компания в конце концов обнаружила проблему где-то в 2014. По закону компания могла выставить счет задним числом только за ограниченное количество лет пользования газом, но мужчина сказал компании, чтобы они отправили счет его бывшей жене. В бракоразводном соглашении был пункт, согласно которому, если кто-либо когда-либо сообщит компании о неоформленном до конца газовом договоре, или если компания сама обнаружит это, то все прочие счета оплатит бывшая жена. Этот пункт был внесен в договор, чтобы жена не донесла компании о существовании ошибки без необходимости самой выплатить весь долг. Удивительно то, что два адвоката и судья подписали этот договор. Доход мужа с восточного побережья США был оценен в полтора миллиона долларов в год. Он изменил жене 10 раз. Почти в самом конце бракоразводного процесса всплыло, что у мужа была другая семья в Сиэтле, другое имя и еще зарплата в сфере IT в размере 14 миллионов в год. Под своим вторым именем он владел привилегированными акциями, которые оценивались в 214 миллионов долларов. Каким образом всплыла правда о его двойной жизни? Жена из Сиэтла опубликовала в Фейсбуке фото. Аналогично жена из восточного побережья выложила фото с мужем. Программа распознавания лиц предложила ей опознать мужчину на фотографии жены из Сиэтла, где он был подписан своим вторым именем. Две жены начали переписываться. Но погодите, это еще не все. У него есть еще жена и семья в Чехии, и он переехал туда, чтобы избежать суда. Сейчас рассматривается вопрос о его экстрадиции. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наше похожее видео, которое вы видите на экране. Счастливых вам семейных отношений и до завтра!